Вместе с Синодальным отделом поделом молодежи по благословению епископа Истинского Серафима, вместе с нашей большой молодежной организацией Покров по благословению Архимандрита Милхиседека Артеухина, вместе с клубом Мир Дружной Семьи, Богатырской школы, хореографической студией Небесной Ласточки и другими студиями нашего клуба, Совет Православной Молодежи Юго-Западного Викариатства. Такая синергия нужна для того, чтобы реализовать просветительскую программу «Александр Невский – Герой Молодежи», которую мы проводим в течение всего года. Эта программа включает в себя разные направления. Прежде всего, это поездки. Мы с небольшим нетерпением ждем, когда добровольцами поедем в Санкт-Петербург 12 сентября на Крестный ход, послужим людям, послужим самому Александру Невскому. Это первое направление нашей программы. Второе – это спектакль. Сегодня мы показали спектакль про ребят, которые завалили экзамен, наши студенты. Они попадают во времена Александра Невского, и у каждого студента свой урок, который он получает. В этом суть вообще нашей программы «Александр Невский – Герой Молодежи». То есть, что я для себя могу взять из истории, как пример для подражания в моей повседневной жизни. Я вам от всей души желаю, чтобы, глядя сегодня на все битвы, вы вынесли самое главное. Самое главное – надо победить самого себя. Я вам всем от всей души желаю, чтобы мы все с вами были человеками. С большой буквы, с праздником. Аминь. Христос Воскресе, Христос Анести, это прекрасно. Христос Терлип Турды, это на Алтайском. Браво! Начинаем наш с вами пасхальный концерт. Ребята, не пасхальство, где аудитория Д2? Прямо по коридору направо. А, спасибо. А что сдаете? Историю России. А кто принимает? Да не знаем. Если Александр Романович Деревенский, то же не завала. Просто не могу понять, как блистательный воин, молодой князь Александр Невский поехал на поклон к варварам. Александр Невский – это, конечно, символ и реальный человек, который, конечно, служит и образцом для подражания вообще в повседневной жизни. То, что нужно проявлять и смелость, упорство тогда, когда это нужно. Нужно проявлять кротость и смирение тоже тогда, когда это нужно. Гибкость, потому что Александр Невский, если надо, пошел бить захватчиков. Если надо, пошел к хану на поклон, получить ирлык. И так или иначе он служил. Служил людям, за которых отвечал. Поэтому образ Александра Невского – это, конечно, образ служения. Не пойдет наш князь на поклон. Непобедимый воин! Не смириться, вам смерть. Вся Русь погибнет. Не плачьте. Великий князь Александр Невский пойдет и поклонится. Я знаю, ради вас, ради нас, ради меня. Сохранит он землю русскую. Будет она православной. Хотелось, чтобы еще продолжалось. На последних сценах такое было чувство, что уже жалко, что кончается. Я волонтер, езжу в подъездки, которые организовываются эти летополамические и помогаю на разных мероприятиях. Ну, вот, например, когда есть спектакль, мы участвуем в спектаклях. Либо помогаем что-то организовывать. Так бездарно завалить экзамен. И это накануне соревнований. История России. Да кому она вообще нужна? Я вообще сегодня-завтра за рубеж уеду. С прошлого года стал участвовать в спектаклях. Ну, также совместные поездки, полоннические поездки. Ездили в Питер в прошлом году. Жили в Александр Невской лавре, где его мощи находятся. Трудничество. Ну, и просто весело встречаемся, весело проводим время. Да жив я! Жив! Что я могу для тебя сделать? Держи этот меч. Иди землю русскую защищать. Много у нее врагов. Я буду защищать Русь. Обещаю. Для меня, вот лично как для режиссера, для сценариста важно было показать, что для современного молодого человека является история. И четыре студента проваливают экзамен по истории России. Сюжетная линия будет раскручиваться именно по испытанию для каждого из них. Они сдадут. Каждый сдаст свой экзамен. И они сдадут его в прошлом. Друзья мои, вижу, что история оставила след в ваших сердцах. Александр Романович, Александр Романович, с нами, с нами такое приключилось. Да уж. Теперь мы точно выучили историю. И будем рассказывать о монголо-татарском нашествии. О доблестной победе нашей дружины под Невой. И мы научились считать берестяные грамоты. И расскажем о великом князе Александре Невском. Они все очень разные, все мои балерины. В любом возрасте можно показать свой талант, проявить свой талант, раскрыться. И самое главное – это донести до людей историю. О чем будет наш танец? Что мы хотим людям рассказать, показать? Вот, например, в этом спектакле мы же прославляем нашего великого святого Александра Невского. И славим нашу Русь. Русь победительностью. Хоть и много страдали, но победительностью. Мы, конечно, очень рады, что в сердцах наших зрителей сегодня было около 400 человек. Из 100 актеров и добровольцев, да, то есть все были в едином таком порыве благодарности Александру Невскому. Это чувствовалось. И сейчас у нас состоится большая историческая игра по стопам Александра Невского. Мы разработали очень, как нам самим нравится, идею, где ребята проходят 7 мест по стопам Александра Невского. И 7 добродетелей, которыми украшен был святой князь, который он возделывал в себе. И каждая добродетель, она символизирует то или иное место. И ребята должны пройти эти точки, потрудиться, узнать, что такое трудолюбие на кузне, побиться на мечах, узнать, что такое настоящая битва, ответить на вопросы, викторины. Моя любимая точка, это где ребята будут переставлять солдатиков на карте Невской битвы. То есть вот это вот все пощупать, потрогать, полюбить историю Отечества. И когда они пройдут 7 этапов, их команда, которая носит название от той или иной добродетели, должна узнать, в каком же месте высияла добродетель Александра Невского. Но в конце самое интересное. Все команды встанут перед большой картой 2 на 3 метра. И сначала они ответят на вопросы викторины, а потом они получат свою личную фотографию. И ведущий скажет, какую добродетель хочешь возделывать в себе ты в этом году, в твою память, в благодарность Александру Невскому. Хочешь ты стать добрее, хочешь ты лучше полюбить Евангелие, хочешь ты стать мужественной, выбери свою добродетель и прикрепи свою фотографию на эту карту добродетеля. Такую игру мы подготовились, и я надеюсь, что, конечно, она найдет отклик в сердцах ребят. Ребят! О, моя Русь, тобой горжусь, Святая Русь, за тебя молюсь.